Президент Таджикистана летом посетит с официальным визитом Беларусь. Ожидается, что он состоится накануне закрытия вторых европейских игр. Эмамали Рахмон прилетит в Минск на несколько дней по личному приглашению главы белорусского государства. Повестку этого визита и в целом развитие двусторонних отношений обсудили сегодня во Дворце независимости с послом Мэты Средней Азиатской Республики в Беларуси. В прошлом году товарооборот между странами немного сократился и составил около 37,5 миллионов долларов. Несмотря на небольшое снижение, Беларусь по-прежнему входит в двадцатку крупнейших торговых партнеров Таджикистана. Увеличение цифры взаимной торговли сулят проекты, обозначенные в дорожной карте двух стран, которая рассчитана до 2020 года. Приедет в Беларусь ваш президент, наш уважаемый человек, его знают, любят в Беларуси. И знают не только, как у нас принято сейчас говорит, элита, те, которые занимаются политикой. Мария Шарифовича хорошо знает белорусский народ. Мы ждем его приезда, поэтому наша встреча с вами важна еще и по этому поводу. Он побудет в Беларуси, я его просил об этом. Пусть познакомится ближе с нашей природой, с нашей страной. Конечно, мы с вами должны его достойно встретить, поэтому я рад нашей встрече. Хорошо, что вы пришли, поговорим и обсудим и другие вопросы. Особенно важно, как развиваются наши отношения в плане наших последних договоренностей. У нас есть дорожная карта, ее надо строго реализовывать, это выгодно и нам, и вам. Есть хорошие примеры нашего сотрудничества, что настораживает, что у нас произошло некоторое падение товарооборота. И над этим надо МИДом нашим поработать и правительством, чтобы выровнять товарооборот между двумя странами. Ну и активнее выходить на рынки третьих стран с нашей совместной с вами продукцией. Во время встречи обсудили еще один новый для сторон проект – Белорусско-Таджикистанские сады дружбы. Первые саженцы винограда, яблони, черешни и абрикоса в апреле начали высаживать на Брещене. В Таджикистане также появится черешневый сад Белорусско-Таджикской дружбы. Проект реализуется по поручению глав двух государств. Такая идея зародилась во время официального визита Александра Лукашенко в Душанбе в мае прошлого года. Мы сейчас над этим работаем. Уже многие виды, многие сортов наших саженцев уже в земле Белоруссии. Уже прижились они в Брестской области и в Гомельской области. И в плане у нас есть возведение ореха. Сад у нас есть спелий сорта. И в Могилевской области тоже будет возведен сад грецкого ореха. И в этом направлении работа продолжается. Отношения между нашими странами очень хорошие, братские, дружественные. И мы всегда будем дорожить этим отношениям. В двустороннем взаимодействии стран точкой роста стороны называют продукцию с высокой добавленной стоимостью. В приоритете также сферы машиностроения и производственные кооперации сельского хозяйства. Так в Таджикистане работает представительство более полутора десятков белорусских брендов. МТЗ, МАСА, МКОДОР, БЕЛАС, ГОМСЕЛЬМАШ. Осенью этого года ожидается, что введут в эксплуатацию совместные предприятия по переработке молока. В перспективе и запуск мясоперерабатывающего завода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова